Вот так вот, да. Всё, есть запись. Даже и оттуда, и на телефон даже. О, есть, есть, есть. А вот, а то стрим у вас. Да вот, хотел, но... Но уже на Томято, короче, постоянно здесь. Чтобы в дом... А? А? Да, надо будет, да. Пока... Короче, вот, руки не даже видают, короче. Но, да, растут. Я пока вот дома, там, на парке, вай-фай. И скоростной интернет. Вот. И вчера делал трансляцию. То я пробовал, то голос есть, звука нет. То наоборот, как бы. В том юмористской той. Кирпич бар, расход юг. Расход бар, кирпич юг. По-татарски, да, да. Поэтому, вот, как-то так всё. А вчера вроде бы и то, и другое. Всё, короче, было. Слава Богу, да. Вот. Так что... Братья, сёстры. Можем даже сделать, наверное, знаете что? Наверное, вперёд, пожалуйста. Да, хорошо? Если не трудно, все пересядьте. Кто уже, когда уже придёт попозже, то могут сесть там, допустим, сзади уже. Вот. И... Так будет лучше, я думаю. А, нормально. Вот. Вот. Так. И у нас... По-новому времени 9 утра. А сегодня перелинит. Да, перелинит сегодня. Да, перелинит сегодня. У нас головой перелинит. Вот. Так что у нас сейчас другое время сегодня. Вот. И... Начнём. Так что... Как сказать... Шановное Панство. Да. Братья и сёстры. Дамы и господа. Бог во Христе примирил Собой мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам Слово примирения. И вот еще местописание. И вкратце здесь напечатал то, что тогда еще эти дни размышления о реформации, о реформации, деформации, о реформации как действительно восстановление, покаяние церкви, исправление церкви. И здесь еще обозначил я слова Александра Витинского, такого деятеля церковного, который еще сто лет назад выступая сказал такие слова. И Евангелие, он говорил, не говорит только о горних высотах, оно пришло небо опустить до земли и землю возвысить до небес. Новая жизнь загорается, Пасха у нас в душе, церковь воскреснет, Христос воскрес. И знаете, действительно, Библия вся, Слово Божье, в большей степени говорит нам даже не о будущем времени, не о рае. Об этом очень немного сказано, очень немного. Процентов 99 всего Слово Божье посвящено сегодняшней, сейчасшней жизни. Как жить сейчас? И это очень важно, потому что Бог хочет, чтобы мы сейчас были счастливы. Я не думаю, что если человек сейчас не счастлив, то он потом в будущем будет счастлив. Нет? И потому что Бог хочет, чтобы мы сейчас были счастливы, значит, и радостны, благоставлены, довольны, и благочестивы, и довольны. Это великое приобретение. И сегодня особенный день, сегодня вот последнее воскресенье у нас, месяц октября, и 31 октября, это день Великой Реформации. Для кого-то это Хэллоуин, для кого-то это, знаете ли, ну, праздник всякой нечисти, там, допустим, или день рождения Люцифера, как говорят станисты, допустим. Но, как бы там ни было, но, по крайней мере, если это Рождество Диабола, то ему день рождения однажды, пять столетий назад, было очень серьезно испорчено. Вот, потому что как раз именно в 31 октября привил тезисы к дверям собора Миттенбергского Мартин Лютер. И ступ молотка этого монаха пробудил всю Европу и весь тогдашний христианский мир, в общем-то. И с этого момента началась Великая Октябрьская Христианская Реформация. Да, пять столетий продолжающаяся Реформация, эпоха Великой Реформации. Закончилась эпоха Великой Деформации, деградации мирового христианства. Началась эпоха Великой Реформации, восстановления Церкви Божьей. И сегодня вот здесь мы собрались на собор. Собор, наше собрание. Наше собрание сегодняшнее, оно посвящено вот этому юбилею. Пятисотлетие Реформации. Сегодня вечером, даст Бог, уже как бы уже вчера репетировал, как бы подключение, все работает, все получилось хорошо. Сегодня вечером сделаю прямую такую трансляцию, вновь уже посвященную как раз именно вот этому юбилею. А также 30-го в понедельник вечером и 31-го в 18.00. Сегодня, завтра и послезавтра. А послезавтра вообще с 31-го на 1-е планирую как раз именно, ну так, всю ночь провести вот такие, такими, подчасовые трансляции такие. Чтобы каждый час была тема для молитвы. Кто у нас приезжает сегодня вечером? Василий, да? Да, отец Василий. Отец Виктор должен на это приезжать. Ну, короче, вот с тем-то из отцов тоже будем проводить вот такие трансляции, включения. Но сам, да. Можно с братом Андреем. Да, да. Держи не забрать. А, тем более. У меня выпуск пока окончится. А, все. Так что. Вы меня возьмите в свое буржинство на параде. Конечно, конечно, да. Это будет, слава Богу, да. Так что будет, да, с кем проводить эти встречи. Вот, и еще. По возможности вечерком, вот, завтра, послезавтра, понедельник, вторник, подъезжайте ко мне, вот, на Киото 11. Кто может вообще? Это будет, как бы, домашнее, недомашнее такое, общение такое. Можно пораньше. Бедер, качаю. А там кофейни есть, по-английски? Есть, да. Есть, есть, да. Нет, ну, там кофейни, там, такие, в основном, ну, ладно, короче, с этим разберемся. На Киото все есть. На Киото все есть. Там же лесоват, там же все есть вообще. Вот, значит, и, ну, да. И, значит, Кавани. И, значит, и сегодня я, вот, знаете, в таком духовном таком трепете пред Богом сейчас предстаю и благодарю его за, вот, честь сегодня быть участником его, этого собора. Потому что это его детище, это его служение. И, блаженны мы с вами те, кого он собрал сегодня. Сегодня с утра пришло нас немного, собрало здесь. Основные трудящиеся еще почивают, вот, но, но, позже, и батюшки многие чуть похоже. У кого-то свои служения, впрочем. Ризник наш Кифа, наш епископ, к сожалению, не сможет приехать. Вчера поздно вечером сообщил уже, вот, там по семейным таким, как бы, обстоятельствам. Ну, сделаем с ним тоже так, онлайн. Такие вот вечерние такие собрания, встречи. Вот, и сегодня еще день рождения у нашего Богдана. Значит, Ионеско, да, сегодня, в прошлом году он стал настоящим пятидесятником. Ему 50 исполнилось в прошлом году. А, да, да, да. Да, да, да. Я подумаю, батюшки, теперь последний пятидесятник. Вот, значит, и, значит, а сегодня ему 51. Да, так что наш брат, он цветет и пахнет, он полон сил, энергии, значит, там, вообще, судя по его этим постам, этим, на фейсбуке он там по всей Румынии, это зажигает. Смотрю, то там, то сям, там, значит, то семьи цыган, там проповедуют, то, значит, там, в Бухаресте, то, значит, где-то там, все, где-то там, на евангелизациях, молодец. То с пятисятниками, то с харизматами, то с грабтистами, там, молодец, думаю, слава Богу, трудится человек. И Молдову даже не сбывает, слава Богу, заезжает в Молдову. Значит, ну, там по соседству все близко. Вот, и, надеюсь, я с ним увижусь, но уже следующую субботу, потому что я буду, следующую субботу, даст Бог, в Одессе буду, в еврейской мессианской общине. Дочернее, вот, киевской еврейской мессианской общине, от Кимо, дочернее. Это будет такое, тоже очень важное собрание, служение. И тоже буду говорить как раз о реформации. И вот сейчас, сегодня, хочу благословить Бога всемогущего. Пока мы ехали с Алексеем Ивановичем, вот, машиной, то, вот, я ему рассказал как раз о таком свидетельстве. Мы приезжали в Ластрове. Слава Богу, да. Я сейчас возле лесовой, там проживаю, вот, где Черниковская дарница, там, храм Христа, вот это здание. И у меня, кстати, место много, что связано вообще в жизни. И вот самое главное, мы жили через дорогу, там, на малышка. Вот, а там, где храм Христа сейчас, там, ну, больничный комплекс, в общем-то. Да, значит, на Попудрингу, да, да. Значит, Попудринга. И там, значит, как раз роддом, вот, где рожала моя жена, нашего четвертого ребенка, Татьяну нашу, рожала. Там она, да, так что. Роддом я гулял здесь, там, недалеко, вот, через дорогу буквально. Вот, значит, и вот как раз там, а преподавал в те дни, как раз я в Химбалакно, 98-й год, как раз преподавал в Химбалакно, там Иисус Навин собирался, библейский институт. 98-95-е годы как раз вот они там собирались. В те годы это был большой институт, там большое было собрание, очень большое собрание, ну, больше тысячи человек точно. Весь большой зал основной Химбалакно был до отказа набит. И плюс еще ставили дополнительные стульчики, там, и всякие скамеечки, поэтому там больше тысячи было человек однозначно. Вот, в коридорах люди стояли. И в основном это были реабилитанты, значит, бывшие наркоманы, алкоголики, значит, там, там, там очень много было таких братьев, что, знаете ли, там, жутко было смотреть даже на некоторых. Все на полках, все, как бы, значит, там, ну, прошлая жизнь у них была у многих на лице, прям буквально. Вот, значит, но, слава Богу, Господь вот коснулся, вот, и люди вот действительно, вот, ну, зажглись тогда, вот, верой такой, молились. Вот, и вот было чудо там у нас, такое, одно из таких вот в нашей семье чудес. Когда у нас родилась там Таня, то, значит, врачи сказали, что это, родилась проблема девочка, вот, нет ключиц вообще. И, значит, там, описала врач мне все, как бы, это вот такую редкую такую аномалию, значит, и рассказала, что девочка даже, ну, будет, если заниматься там гимнастикой, что-то, ну, как гимнастика, как бы развиваться будет, но руки не сможет высоко подниматься, вот только так, максимально. Ну, значит, судя по, вот, строению, которое они вот исследовали, вообще-то меня-то настолько добило просто, вот, и, а как раз на занятия шел я, вот, и, думаю, как раз в роддом, и сразу на занятия хим в роддом. И, представляете, я иду, значит, и, а у меня одно, она, ну, что, врач сказал, что вот даже ложку, как бы, не сможет там держать там и поднимать, как бы, вот, то есть, ну, инвалидность пожизненная самого роддома. И, представляете, значит, а у меня вот, пока я иду до хим в роддом, то у меня вот такое сразу представление, что мы руки поднимаем, не просто ложку поднимаем, а верующим мы еще, наши руки, не для скуки, да, и не для, просто подложку, да, значит, а вот Бога славим, мы поднимаем руки к Богу. И у меня вот прям такое, надо же, девочка, она должна славить Бога, поднимать руки к Богу. И пришел, а занятия как раз здесь должны начинаться, вот, уже было начало, там, накануне, да, прошлым днем, значит, и, и я все рассказал, говорю, так и так, говорю, я должен сейчас урок проводить, но, говорю, вот, честно, говорю, очень тяжело, настроение сейчас нету, говорю, да, проводить занятия сразу. Вот, я хочу все рассказать вам, вот, о своей проблеме, сейчас это в нашей семье проблемы, вот, рассказал, и говорю, давайте, вот, помолимся. И вот сколько там было народу, мы все встали, значит, молились, очень такая была вот эта присутность, такая Божья, вот эта вот, и было чудо, в тот же день было чудо. Вот, вот, жена потом рассказывала уже, что вот эти новорожденные были в отдельном, там, отдельном месте, и там ведь сестра туда приходила, вот, значит, она там перепеленовала, или что там, значит, и аж даже закричала даже, там мамочки испугались, молились, ну, что с ребенком, чем там случилось, там, что беда какая. И, представляете, значит, она врача срочно крикнула, кричала, значит, врач тоже бегом, мало ли что случилось с этим ребеночком. Вот, оказывается, она нашу, Таню нашу распаковала, как бы, да, вот ее раскрыла, вот, и, представляете, и девочка наша, вот, она вот обе руки так подняла и держала. Так она, чтобы это, ну, как бы, мне не поверят, ну, врач-то, если я расскажу такое, она, поэтому, быстро-быстро, как врача, и врач не могла, и пока они осматривали все, она, вот, держала руки, все это время обе руки вверх. Они были в недоумении вообще, это, это вопреки всему, вопреки всему, вот, как бы, что они говорили, вопреки, для них это был такой стресс. И там вот этот завт, вот, вот, всем этим отделением, да, значит, как бы, да, этой больницы, этой, вот, родимый этой, да, ну, значит, представляете, она, женщина была, ну, серьезная женщина такая, да, значит, там, известная, там, но, она, значит, к вере так была, поскольку-поскольку, да, значит, относилась. И представляете, ну, если даже не сказать, что атеистически настроено такое, но это так сильно не подействовало, что она даже позволила мне потом, я пришел, она говорит, это, ну, вопреки всему, что я знаю, но она даже позволила мне, представляете, сама предложила помолиться. Я объяснил, что мы молились, и все, в принципе, вот, как бы, что я могу еще сделать? Вот, и вы не могли бы за наших деток еще помолиться? И за деток помолился, и она привела меня туда, куда никого не пускает вообще, где интенсивная терапия, там, значит, в таких камерах, в таких стеклянных колбах, там детки лежали, вот, особенно, там, значит, там, показала мне вот эти двое очень сложные, вот такие недоношенные, очень сложные, естественным образом они, ну, не выживут просто, ну, только если только чудо будет. Я молился прямо туда, куда никого не пускают, а меня пустили. Вот, настолько ее это потрясло, вот, она была свидетелем вот этого чуда, представляете? Вот, и, поэтому, да, а я вышел туда, узнал, что это чудо, все, вышел. Там же, где сейчас вот эта вот церковь находится, храм Христа, там же просто территория была, больничная, я вот там встал, он молился, такая присутка была Божия, такое присутствие это сильное. Пережил, так, Богу, очень хорошо, там, настолько, что это памятник для меня стало просто на всю жизнь. И, представляете, прошло немного времени, и администрация, Бог как будто закрыл им глаза. Они сами потом говорили, что и пастору Филиппу говорили, и там еще я слышал разговоры, не раз говорили администратору, там, что нас дернуло выставить на продажу. Они выставили, и тут сейчас поплатили, что мы сделали, как бы, а те залог успели внести. Значит, представляете, мы бы своим кому-то бы продали бы эту территорию, там, там, ну, такое место такое, между двух станций метро, вообще, ну, как бы, лаковый кусочек. И мы говорим, ну, продешевели бы много, нет, тоже дорого, не дешево было, но могли бы гораздо больше сорвать с этой продажи, да. Короче, там, всего-всего, но Бога была закрыл им, все, значит, и юристы все сразу оформили. Вот это да, и, короче, они даже хотели как-то потом обратно, а уже все, там, очень грамотно все оформили, все правильно сделали, все. И начали строительство там, храм этого. Вот, думаю, а потом я проходил, надо же, а что здесь строить? Думаю, наверное, еще один больничный какой-то комплекс, там, церковь. Здорово, думаю, вот, на том месте, где вот такое было, вот такое чудо, да, вовсе решили, да, дальше. Я знаю, что Господь, Он милостив, и есть места, вот мы как с Александром Ивановичем ездили там на Харьковске, да, значит, место, где там Бог поспитил этого мальчика, что Бог, да, есть памятные места для нас верующих, которые как-то возбуждают наш дух вот к молитве, как-то к особому такому переживанию Бога. И это место, я знаю, здесь на Харьковской, мы сейчас видим то, что мы видим, да, вот советская постройка, вот УТОС, значит, здание уже такое довольно не новое, значит, такое ветшающее, да, значит. Ну, я знаю, что здесь тоже что-то происходило когда-то, может, еще при царе горохи, каких нездьях, тоже молились люди, мы ж не знаем, значит. Кстати, в Орблее тоже был случай, я еще был со всем пацаном, там, переживал Бог очень сильно в одном месте, там был пустым просто, и колючки эти. Я, например, выходил и одну картину написал, так назвал Аллинуя, да, да. Да, слава Богу, вот, слава Богу, рады очень видеть всех. Вот, и теперь там храм тоже стоит православный вообще, я когда узнал, ну, вот тогда, да. И сегодня давайте начнем, как раз вот с этой молитвой, Благодарение Бога. Самое главное ведь действительно, что не просто храм из камня, или из дерева, или из чего, а храм живой человек. Потому что мы есть храм Божий. И живые камни, и вместе мы этот святой храм созидаем. Потому что мы живем в уникальное время, время третьего храма, который строится уже два тысячелетия. И слава Богу, что пять столетий назад тот, казалось бы, долгострой, и уже стройка замерла, казалось бы, уже насовсем. Даже многим казалось уже, знаете ли, христианство уже все, уже необратимые процессы, начались разрушения, и прочее уже снести, как бы все это. А Бог нет, говорит, нет. Он выслал хороших таких прорабов, Мартына Лютера, Кальвина, Цвинга, Яна Баптистов, и стройка закипела. Глянишь, опять все, как бы возобновилось, и, а сейчас какая стройка. За эти пять столетий, знаете ли, на этой стройплощадке много-то изменилось. Сегодня темпами ударными идет просто это остается без спрошек, этого храма. Где куполом является сам Мессия Иешуа, сам Иисус Христос. И где фундаментом сам Иисус Христос. И где весь этот храм святой, Господи, это сам Иисус Христос живой Господь. Аминь. Да, да, особенно. Ибо, как Господь сказал, кто разрушит храм? Какой храм? Наш храм. Если мы пускаем тех духов и не боремся против тех духов, исповедуем нашу борьбу духовную, значит, мы не знаем. Бога мы его никогда не знаем. А храм – это мы. Потому что двое в пасселе одно забирают, одно оставляют. А вот почему говорили? Это в пасселе мы, мы в пасселе. Потому что в человеке в пасселе дух, душа и тело. Двое в пасселе одно забирают, одно оставляют. Это говорится за духа, за духа. Потому что дух противится плоти, плот противится духу. А душа стинает, она не знает, что делать. Плоть от него требует кушать. Дух требует поклонения Богу. И душа не знает, кому угодить. И поэтому мы, когда становимся в пост, плоти деваться некуда. Плот начинает умирать. Так что возьмем Моисея. 40 дней он с кем? Он с Богом разговаривает. Имеем благодать села. А где же с нами? После дверей. Чуть-чуть приходит. Но он 40 дней. Вместе там находится. Вместе пошел в покой. В покой пошел. В покой, в покой. В Божий покой. Вот, вот это вот, в покой нам нужно внутри войти в покой. Они не вошли в покой. Почему? Суета, бегают. Вот, то хочет, то хочет. А когда читать? Эээ. Нужно поднести. Зачем? Да. Нужно наполниться, очиститься, чтобы лукавый не застрадал тут делать. Это лукавый застрадает. Нужно не так суетиться. Лукавый застрадает. Да. А, дух? Эээ. Не спроси, что ты хочешь. И поэтому, сейчас, сейчас, утром мне звонят. А, слушай, давай, молимся, 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 молимся. Никто не старается, чтобы в покое ходить. В покое. Господи, что ты хочешь, что ты делаешь, это? Аллах то, то, то. Идет уже. Нужно помогает, помогает, благословляет. Не говори, не получится. Да, дорогой, да, дорогой. Я буду молиться, чтобы у тебя получилось. Потому что, что сара делал? Сара сидит. Сара говорит, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Аурак приходит, возьмет такую муки, сделает такую, что она не знает. А я на так же. Потому что сара умна была. Она знает, что бы она ни сделала, мужская не так. Всегда скажет, не так. Она сидит. А как это она сказала, она сделает, да, я сделала. Он говорит, хорошо, что ты из-за этого приказ есть. Потому что она послушание была. Помощница. Ева не захотела послушание делать, первое время сделала не послушание. Потом пошло сомнение, потом вожживение. И так-так, она уже пришла, а в них целая банда. У нее уже банда. Вот нам эту банду нужно из себя выгонять. Для этого у нас есть муж, который соображает. А мужу говорит Бог. Бог говорит. Эту же надо знать. Сара, больше тебе Бог сказал. Ну, давай, давай, давай. И значит, вот наш муж сейчас, это сам Иисус Христос. Кстати, вот хороший пример, да, что на самом деле, что вот... А жена, это, по сути, вся церковь, да? Кстати, это хорошее сравнение такое, да. Помолимся, да? Помолимся. Я не хочу, Бог мне сказал, он говорит, что... Сто вторым... Солма. Сто вторым. Да. Сто второго. Сто второго. Сто второго. Давай сюда. Я послушаю. Так что... Я не просто читаю цей Солом, а просто цей Солом, як Давид, звертаюся до Бога. Амінь. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Дар Вечной Жизни во Христе Добавил DimaTorzok 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 Мы собрались во имя Твое, во имя Иисуса Христа. Господь, и я верую Божию, и мы веруем, аминь, что Ты среди нас, Ты среди нас, Ты в наших сердцах, но Господь, Ты и среди нас, в присутности Своей, в полноте Своей, Своего бытия, Божия, потому что действительно это Твой собор, это Твое собрание, это Твое, Господь Божий, место, потому что Святое, то место, где действительно наши сердца соединяются в вере, в любви, в чистоте. Слава Тебе за все, наш Бог и Царь. Благослови Господь Твоим Духом Святым. И благослови наших братьев сегодня, Божьих сестер, всех, кто пришел и кто не смог прийти сейчас. И Боже, благослови Господь весь народ Твой, Боже, благослови всех любящих Тебя, Тебя боящихся, Господь Божий, верующих разных в церкви и разных собраний, общин, конфессий, динаминации, организации, направлений Божьих, юрисдикции. Боже, Ты знаешь, Господь, Боже, потому как действительно то, что сегодня мы вспоминаем, и за что Тебя благодарим, Господь, за 500-летие этой реформации, Боже, это действительно Твое деяние. Потому что вся слава и не Лютеру, и не Хальвину, и не Цвингли, и не другим тем, кто тогда, опять 100 лет назад начинал, Господь Божий, поднимая знамя Великой Реформации, этот процесс Божия, эту эпоху Реформации. Но, Господь, вся слава Тебе, Боже, в свогущем, потому как Ты через обычных простых людей, Ты совершаешь великие Свои деяния, Боже, и сегодня Ты тот же самый, и Тебе вся слава и хвала, Боже наш, благословен Ты, Царь наш, призви, Господь, с неба, и посети виноградник сей, насажденный Твоей рукою, и благослови, Господь, всех нас, так доброй винограды, слава Тебе, Боже наш, благослови, Господь. Да благословит Тебя, Господь, и сохранит Тебя, да призвит на Тебя, Господь, светлым лицом Своим, и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо Своё на Тебя, и даст Тебе мир. Во имя Иисуса Христа, аминь. И ни в коем другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом данного народа, который надвижал бы нам спастись. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь, друзья. Да, летаю, приветствую. Да, приветствую. Да, хотим слово, слово, слово. Да, нет, ну, сегодня мне подобается тоже одна песня. И сегодня я Свою Андрею скажу, перепиши, Боже, Господь, и он говорит, что долго не переписывал, а сегодня, ну, три часа Бог его разбудил, и он переписал. Да, да, да. И?